Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала NRG News. С вами по-прежнему Сергей, и вы смотрите очередной серии похождения игры Римботт. War, компания за фракцию тела. Первым делом приношу свои извинения за долгое отсутствие. Это долгое отсутствие было связано с тремя факторами. Первый фактор – это моя учеба, которая длилась около двух месяцев. Второй фактор – это, конечно же, семья и работа. Ну и третий, который мне немножечко выбило из колеи – это сгорела моя любимая видеокарта GeForce GTX 650T. На 2 гига не настаивала такая видеокарточка. Все предыдущие видеообзоры и летсплеи были сняты при помощи нее даже на старых каналах, в которых все видео были. Это все тянуло она. Ну, поискав в закромах своих давно забытую видеокарту, которая приобреталась тоже где-то 3 года назад. Кстати, да, в GTX 650T она прослужила у меня 3 года. Как только вышла гарантия, и все, она полетела у меня. Точнее, где-то 3-2 месяца. 3 года-2 месяца прослужила. Тянул такие современные игрушки, можно так сказать, в GTA-шку, в Rim, в 2-ой, в Atilu, ну и многие другие. Вот. Думал, что... Да, отыскав свою старую видеокарту GeForce GT635, думал, что не потянет Rim 2-ой. Ну, многие, многие, вернее, говоря, многие она не тянет, конечно, но вот Rim 2-ой потянула вот при таких вот настроечках. Сделал неограниченную видеопамять, поставил. Ну и, смотрите, даже небо высокое, вода нормальная. Можно даже их, в принципе, снизить. Еще потянет. Но это, как баги начнутся, будем уменьшать. Вот. Приобретение новой видеокарты пока... Блин, пока не знаю, что делать. Копил денежки на микрофон от Blue Yeti. Ну, придется вот этот капитальчик впустить на приобретение видеокарты. Еще придется добавлять. Сразу додавить не смогу. Не смогу. Хотя... Если выговорит пара вариантов, которые я задумал, может быть, и в скором времени приобрету. А пока буду довольствоваться вот этой картой. Видеокарты. Что делать? Надо идти дальше, идти вперед. Ну, и спасибо, конечно, вам, что на протяжении этого времени все еще остаетесь в моих подписчиках и ждете продолжения видосов. Так, ладненько, хватит болтовни. На повестке дня у нас было вступиться за Спарту, объявить войну Македонии, да, и Пиру, и Пиру, и Кносу. Выставлял даже в некоторых группах, самая такая большая группа, это ВКонтакте, Total War, и один в комментарии парень отписался за третий вариант. Это типа объявлять войну. Я вынес это на голосование, да. Объявлять войну, самый третий вариант, самый такой хардкорный, это Кносу, Македонии и Пиру, объявлять войну, заступая за Спарту. Кто-то, не помню, уже предполагал, что нафиг эти греков, валить их всех тоже к чертям. В принципе, какие у меня были раньше взгляды на Спарту, немножечко пали, и я уже думаю ее просто захватить, отжать, чтобы оно не осталось никому. Ну и отношения у них у нас, я вот так вот подумал, что отношения уже были настолько испорчены. Минус 606, общий уровень отношений. И если я сейчас резко начну войну с Македонией и Пиром, и Кносом, да, моя репутация упадет. У нас же с ними много договоров. Я вовремя, чтобы приглашать такой амбассадор. Торговли, нападений, союзов военных. Просто у меня авторитет моей фракции испортится, и все остальные мои союзники, включая Галатию, да, которые у нас вообще негативных факторов никаких нету, очень дружеские отношения, может испортиться, и они всем не объявляют бойкот. Ну, не знаю, как с нападением, но торговые и договоры о ненападении точно разорвут со мной. Ну, а там может быть и объявление войны. Так что надо будет действовать по-тихому, а со Спартом придется, наверное, расстаться. Захватить Спарту и включить этот регион своих земель и поднимать экономику. В дальнейшем буду тогда развивать свои города. В Афинах надо перестроить город, да, в Пелли надо перестроить город. Отказаться, ну, как отказаться, развить экономически чисто в городах, чтобы приносил доход. Потому что в большем мере, ну, да, больше, наверное, половины у меня доход, я существую от торговли. Чтобы вот так вот в дальнейшем объявить с кем-нибудь войну или какое-нибудь государство будет уничтожено. Чтоб не подкосили вот эти вот разрывы торговые в мою экономику. Так, теперь, если я захвачу Спарту, далее я планирую обратить свой взор в взор. Ну, вот, Галатия нихреново развивается, хоть и наш союзник, да, захватывает земли Пергам тоже. Ну, так вот подумавши, куда они дальше взор свой обратят. Или в сторону Египта. Вот эти вот территории, да, будут захватывать у нас. В Ливию пойдут, на Карфаген, может быть, там, кстати, сколько у них там с Карфагеном. Ну, возможно, даже и война. Эти территории дальше будут захватывать. Поэтому можно даже уже... А, нет, не захватили. Можно даже какую-нибудь армию перекинуть на египетские земли. И вот эти вот лакомые земли захватывать. Отрезать просто Галатов от дальнейшего завоевания. Залезть немножечко вот сюда, вот куда-нибудь. В этот участок карти. В Набатею. Аравия, Феликс. Ну, и, конечно, Египет. Далее у нас в бою еще не нарисовались. Но тоже нехилая фракция. Я думаю, что вот эти вот земли уже под их невластью. Арверны разрастаются. И нехило разрастаются. Даже уже в Абританию залезли. Скоро на Карфаген пойдут. Возможно, даже и захватят его. Тоже Ливию. Тоже их надо отрывать. Потому что в дальнейшем, может быть, даже у нас не война. Отношения у нас не слишком херовые. Но мы не очень настроены дружить пока. Вот. Также они могут и здесь. Хотя, не знаю, с боями есть они сойдутся. Кто из них победит. Может быть, они даже у них... Пока я их не вижу боев. Кто там с боями дружит. Вот. Но это только мои предположения. Может быть, я и ошибаюсь. Но... Дальнейший план такой. Вторгнуться в Египет. В Египет. При этом не забывая охранять свои уже захваченные земли. Можно даже и на Даков пойти. Здесь отрубить. Галатов. Как-то обрезать дальнейшего завоевания. Чтобы эти все лакомые кусочки уже были моими. С такими кланами грандиозными. Не знаю, что получится. Так, ладенько. Переходим. В принципе, непосредственно на захват. Спартанцев. Так, мы свою воду наповысим. Военные хитрости мы дадим. Чтобы он налеты успешно совершал. Ну и протестируем заодно видеокарточку GeForce GT 635 на 2 гига. Нападаем на Спарту. Ну и давайте сразу в бой. Конечно, в бой никаких союзников не участвует. Берите ее по полной. Но проверим. До этого тестил ее. Более-менее тянет. Тянет. Но пока что я не могу, конечно, кинуть средства на новость. Своей любимой, дорогой, дорогая сегодня и последующие полмесяца мы живем на Дошираках. Потому что я купил себе видеокар. Так, сухая погода. Начинаем. Потихонечку, полигонечку буду бабло скапливать. Ну, в принципе, вот. Неплохо. Неплохо тянет. Даже при записи записываю на бандикам. Нормальненько вроде пока себя ведет. Ну, а там, не знаю, час игры. Как она там поднагреется под таким вентилятором. Так. Ну, в принципе, хрена тут расставлять. Давайте сразу начинаем. Там у них 4 отряда. Где-то спрятанные спартанские. Так, давайте сюда. Ну, и вы давайте шагайте сюда все. Но более-менее нормально не лагает пока. Может, вообще не покупать новую видеокарту. Не, ну, Аттилу уже Аттилу уже существенно заметны баги. Уже тормоза там нормально идут. В Аттилу пока, увы, я не поиграю. Такие вот пироги. Так, 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 конница. Конница как бы меня не перехватила. Так, давайте сюда, 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 сюда скорей. Не перехватила моих прачечков. Ааа, сейчас перехватит. Блин. Так, копейщики, копейщики пошли. Уводим мечников. Мечников уводим от конницы. Так, прачники немножечко пошли сюда. Хотя нет, вот, стреляем сразу по новой цели. Валим, валим, валим. конницу. На нашего военачальника напали. Так, 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 пикинеров надо валить. Так, с этой конницы все готово. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-т Рассредоточим их немножко. Так, валим, валим, валим скорее. Так, все, бой. Так, сначала этот отряд уничтожим. Потом за полководцев приступим. Возьмемся. Здесь отсюда во хреново стрелять. Ну же, ну же, ну же, давай. Давай, родненький. Мочим, мочим. Все, 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 все. Я собрался бежать. Отряд переехал к кенеров. Все, бежит. Вдогоночку на перехват. Так, а вы полководцы. Полководцы. Опа, тоже побежали. Почти, все, побежали. Продолжаем. Давай, давай, давай. Бьем. Да, жалко, конечно, что спартанцы уже, скорее всего, мы их не увидим. Как они будут уничтожены в дальнейшем прохождении. Если я захвачу спарту, я не собираюсь из этих земель уходить, отдавать никому. Ну, а там посмотрим, может быть, начнется какая-нибудь гражданская война или бунт мятежников, рабов, которые отобьют этот город и появится спарта. Все, почти добили. Последний штрих. Так, не последний штрих. Один человек остался, да? Да ладно, хватит. Хотя, вот так вот давайте его добьем. Ну. Четка. Столько ко мне в спину полетело. Двадцать четыре бойца внесла с собой. Ну, вот и все, мои войска входят в спарту. Окупируем, империя у нас повышается. Так, задание выполнено успешно. Захват поселения спарта, плюс пятьсот в казну. Хорошо, мы не подвели еще своих старейшим. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там со старейшим. Пятьдесят шесть процентов влияния, неплохо. У нас на протяжении игры всегда почти так и было. Так, и перестроечка нам нужна в спарте. Дополнительные здания, мрамор. У нас будет, опа, семь ходов, пища минус четыре. И затратим мы на это. Сколько мы на это затратим-то? Ёшкин кот. Тысяча триста восемьдесят пять золотых. Что это нам даст? Мрамор сто двадцать. Ух! Дорогая штука. У нас торговля повысится. Общественный порядок, заход плюс три. Все провинции. Стороны строительства минус пятнадцать процентов. Вот заход плюс три. Доход от горного дела производства двести. Ну и дает гарнизон воин и кельских племен. Фракийские воины, кельские застрички. Варварский гарнизон. Ну так вот, через семь ходов у нас такая штука будет. Так, поля перестраиваем под свои посевы. Так, сколько это у нас займет? Пять ходов. Восемьсот восемьдесят два золотых мы сюда вкладываем. Да? Пока на перестройку афины денег-то и нету. Сколько тут? Блин. Да. Сколько так надо-то у нас? Тысяча девятьсот шестьдесят восемь. Ну почти две штуки. Ну и следующий ход у нас в Батке появится на перестройку поселения Афины. Так, к своему флоту я взору обращу, как бы про него не забыть. Мы были в поисках новых торговых партнеров, да? А то бишь в туманное обливье ехать. В Англию, короче, да? И ценных искать. И попытаться с ними заключить торговые соглашения. Экономику свою поднять за счет торговли. Ну, развить города. Будем развивать города. Посмотрим, что у нас теперь творится на карте. На глобальной. Наши соседи. Наши соседи вроде бы пока не дуркуют. Ну вот понт. Можно было бы и понт, конечно, захватить. Флот был бы у нас под боком. Можно было направить или разграбить немножечко. Нажиться или даже захватить тут какое-то поселение. Под понтом. Кимерию тоже скоро дожмут. Кто ее скоро дожмет? Скорее всего, Пергам. Кто дожмет Кимерию? Ну да. И Пергаму тоже территории. Песец, песец. Скоро, да, пойдет и на Бастарнов, и на Луги, и на Степную Орду. Залезет в Сарматию. В Севию. Ладно. Не будем о плохом. Продолжим свои дела делишки. Так, ну-ка. Пощурно отсюда у нас моих земель. Так, теперь мы еще можем и агентов нанимать, да? Еще саномников. Кстати, посмотрим, что у нас тут в пыле творится. Я уж не помню. Так, растет у нас культура. 58% кельтская. Мы перевучим македонцев и кир под нашу религию. Здесь у нас что? Тоже вера кельтская растет, да? Вера исповедания. И неплохо растет. Скоро у нас Кнос будет под нами ходить. Поклоняться нашим богам кельтским. Так, теперь. Разведка. Разведку я пошлю, наверное, в земли египетские. Давай-ка шуруй. О, счастливчик. Маляк. Счастливчик Маляк. Подосли немножко египтянам. Так, ну и наконец-таки. У нас разжигатели войны. Полководец. Кабалос. Получает уровень и... Я ему даю, я ему даю. Я ему даю, я ему даю. Что я ему даю? Так, шанс ранить. Второе дыхание. Перезарядки всех возможностей. Но пускай будет хитрость. Есть такая штука, да. Хитрость 2. Как у полководец. Дальше перемещение по карте даже у нас будет. Плюс 8 процентов. Великолепно. Может быть даже эту армию. Разжигатели войны. Я направлю разжигать войны в земли египетские. Зашлю. Так, ну и конечно надо оснастить ее по полной программе. Новейшим вооружением. Новейшей техникой. То бишь баллистами. И броней соответственно. Так. Ну и все. Взвешаю этот ход наконец-таки. Первая долгожданная серия. Долгожданный ход. Все македонцы нажимают спартанцев. Выбивают их на радости. Оставить у македонцев пока вот чтобы у них ларис это было такое небольшое поселение. Чтобы дофига отрядов у них не нанималось. Ну там не знаю. Может быть они куда не залезут на другие тоже территории. Но пока что они в меньшинстве. Территорий у нас у них очень мало. Поэтому. О ихнем серьезном укреплении пока речи нету. Так задание провалено. Что у нас за задание было? Просьба союзника. Этот человек. Врага греческого народа. Да мне пофиг на вас греки. Блин. Вот он помер. Повышение ранга. Танк. Это жрет. Новое задание. В эти тяжкие времена племя уповает на доблестных воителей. Нам нужен сильный полководец который сплотит наш народ против супостата. Нанять героя. Понятно. Так. Фракция уничтожена. Луги уничтожены. Кем это интересно. Строительство завершено. Роща. Кернуна. Так. В резерв. Фракция уничтожена. Это спарта. Ну вот. И прощай спарта. Прощай. Когда нибудь за тебя я поиграю. Лада. Население у нас тут херово живет. Так. Смотрим. Луги. 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 Не видно. Под кем сейчас луги. Владелец бастарный. В принципе нам тут дает информацию на видео. Так. Владелец неизвестно. Здесь бастарный. Луги вроде здесь как-то были. Не понимаю. Может ошибаюсь. Ладно. Поживем увидим. Так. Счастливчик Малиак. Гриби, гриби до Египта. Я закончил. Как я могу тебе помогать? Что у нас тут? Давай-ка пропаганду культурную усилим мы тебе. Насаждение культуры плюс 3. Насаждение культуры плюс 12. Вот этот человек посланный нами. Дабы портить отношения других государств. Да. Ослаблять. Подгреблять под себя. Ну. Не знаю. Можно его даже назвать. Было бы. Изменить. Хотя наверно можно, да? Нет. Танк изменить нельзя. Я бы его назвал Навальным. Так. Ну да ладно. Пускай выйдет танк. Танка Навальный. Ес. Так. Флоп поплыл дальше. К Туманному Альбиону. Афины. Мы перестраиваем. И с камня в дерево. Деревянные постройки. Мы вводим Афины. В средневековье. Вернее. Из просвещенного города. Мы его в варварский город превращаем. Так. Далее. 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 Что у нас тут с порядком? Минус 17. Флоп попал. Пока стоим с партией. Строится у нас зданиеfolk. Оли, блин, ранее. Далее. Как долго? Будет пока что в Египет looked sort toцы. Или же, может быть, еще одну армию в Афинах создать. Не, ладно, еще. А, вот что. Вот что, вот что, вот что. Сановника попробуем нанять. И общественный порядок за счет персонажа плюс два. Так, тут диктокли без зрелища к нам не видать. Это бесполезная фишечка у нас пока. Так, что у нас тут еще? Общественный порядок за счет персонажа плюс один. Так, ну, все-таки придется, вот, наверное, Элладу нанять. Жрицу. Общественный порядок, она хоть немножечко у нас тут снизит, прибавит, вернее, в лучшую сторону. Так, минус 15 стало. Так, и культ. Культуры у нас тут на сколько рост поднимется. О, 1,7. Было, не помню, 1,1 что ли. Забыл уже чуть-чуть. Прошлый ход смотрел или этот ход смотрел. Так, ладненько. Денег нет. Вроде всеми походил. Ну и... Конец второго хода данной серии. Рим выбил массалицев из Меаполиса. Блин, массали неплохо тут укрепляется. Рим угнетает. Римлян теснит. Кноса куда-то понесло. Так, у нас эвативные дары. На 4 хода, да, мета. Общественный порядок, заход плюс 4. Все провинции боевых двух, всех отрядов. Ура, у нас праздник. Наша фракция жирует. Фракция уничтожена, Кемерия. Все, пипец. Похоже, пергамы ее дожрал. Кемерица. Население несчастно. Галатия, Кемерия. Галаты, значит... Ну-ка посмотрим. Посмотрим. Да, Галаты. С Кемерией расправились. Прихватились себе еще территории. Надо в Египет. Не надо лететь в Египет. Со всех весел грести в Египет. Так. Так, иди-ка сюда. Дорогая. Ну и давай, управленческий. Дает мудрые советы местным властям, что позволяет увеличить налоговое поступление и защитить местное поселение от действия агентов, обрывающих поприки в классе. И... Общественный порядок минус 4. Вот так вот. Еще и за счет праздника у нас снизился, да? И за счет нашей жрицы. Очень хорошо. Порядок общественный у нас... Сильно так не подрывается. Мятежных... Мятежников не будет. Еще бы вот эти вот олени ушли с моей территории. Македонские. Мать их. Так, можно еще построить... У нас какая... Как раз доступен алтарь рассмерты. Это еще у нас убавится на 4. И общественный порядок... Бег на 2 вырастет, да? Культурное влияние кельтов на 2... На 2 деления тоже возрастет, да? Доход из всех источников плюс 4%. И будет плюс 8, на 4% повысится. Ну, а... Следующий... Следующая фишечка. Это пока что на награде. Идикт о сборе и подайте. Общественный порядок за счет сбора подайте плюс 3. У нас это дикта нету. Для дикта не хватает захватить. Иеропитну. Укно саджать. Так. Или же... Не, давайте Пэлл сначала перестроим. Если сейчас денег хватит... Нет. На следующий ход тогда будем строить алтарь. Так. Флотом я походил, по-моему. Да. Так, походил. С ними походил. Поговорил немножко. Ну и... Завещаем ход. А, не всеми походил. Счастливчиком. Направляющий у нас в Египет забыл. Руководитель. Опа-ньки. Кто это у нас тут? Он-то сам к нам идет. Хера себе. Смелый типок. Что я об этом думаю? Союз между нами порадует богов и смешает планы врагов. Решайся. Нет, я пока опасливый, так переменчивый. Нет, пока не буду никакие договора, ни нападений подписывать больше. Потому что я... В глубине души жажда. Войны с вами, ребята. Рано или поздно я отберу вас с территории. Так, до вицей. Полководцы хотят усыновить другую семью. Мы запрещаем усыновление. 750 золотых за это отваливаем. Так, особенности персонажа. Далее, далее, далее. Что мы делаем далее? Так, флот сразу. Давайте, давайте, ребята, чуть-чуть еще. Чуть-чуть еще. До открытия ценов фракции. Так, что у нас в спарте тут происходит? Строительство идет. В пыле идет строительство. В афинах идет все строительство. Так, ну и давайте все-таки алтай раз смерти в спарте. Ну, тьфу, вернее, в афинах строим. Отваливаем бабло. Так, на понт мы глянем. 10 отрядов. Так, горцев. 13 отрядов я снимаю. С Адесса, сада дислокации. Адесса, сады перевожу к Анфе. Желательно бы... Давайте попробуем вот так вот сделать. Если у меня хватит. Ааа, не хватит. Я хотел в засаду их поставить. Ну да ладно, немножко сюда отведу. Или, блин, далеко отвел. Ааа, ладно. Я вот так вот сделаю. Придется так. Не получилась фишка. Немножко хотел в удалении, но чтобы подкрепление не пропадало. Но поближе и подальше, вернее, от понта, чтобы он не видел мои войска. Ему только Анфея открылась в обзоре. Ну да ладно. Не получилось. Так, теперь. Я совсем забыл. А, денег уже не хватает. Воитель это надо нанять. Поднанять. Только не навонять. Так, где у нас вот герои? Два хода еще. Ну, на следующий ход найму. С этим пока что все терпят. Блин, галаты. К египту, как они подбираются. Хотя... А, нет, они же с египтом в хороших отношениях. Ептать-моптать. Ну, а я в херовых. Блин, у них оборотительный союз с египтом. Блин, и что делать? Устремлять свой взор на даков. И на дакию. Похоже, так и придется делать. Жду, конечно, еще на это ваши комментарии, советов. Как дальше поступать? Ну, экономическое развитие это первым делом. Куда свою армию отсылать еще на захват территорий или же помощи союзникам? Можете смело подсказывать. Так, ладно, завершаем этот. Так, понт все ближе, ближе и ближе. Камилос не понял я, что это он там хочет. Камилос не понял я, что это он там хочет. Так, жрица, отлично. Укрепленное поселение, так, городок. В Нессе, офигененько. Культурное влияние плюс 2, жрица. У нас... Так, еще мы не прибавим, что мы прибавим, хитрости, пускай будет у нее. Ну, еще раз хитрости. Посмотрим, как у нас тут изменилась пропаганда культурная. На 1,6 снизилась немножечко, но в целом, в общем, она растет. Так, опа, тут тоже снизилась рост, но все-таки тоже растет у нас, да? 60 сейчас процентов в Македонии. Ну и немножечко. Македонцев и Эпир в свою веру обращаем потихонечку. Так, ну и что? О, устраиваю я тут. Давайте, давайте, давайте сюда. Засаду. Жду, возможно, к он попадет на Анфею. Я тут как тут. Не заметит он меня. Так, вперед к туманному Альбюру. Открылась у нас там что-то. Что-нибудь открылось? Нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Еще одного хода не хватает. Так, в земли египетские, наверное, уже бестолку. Греби-ка ты, дружок, назад. В земли египетские, теперь мы тебя зашлем. Чуть-чуть не скучал, что-то тут, прохлаждался. Работать надо лучше. Так, теперь. Деньги есть. Давайте поднимем. Хотя, хотя, хотя. Лучше что-нибудь построить, а потом посмотрим, хватит ли нас денег на повышение авторитета. Вернее, должности. Так, усадьбу. Вот как раз в пыле мы можем построить усадьбу. Пища у нас вырастет на 3. Ну и доход. От земледелия на 20. 5 ходов это у нас займет. Так, все денежки потрачены. Здесь тоже мы можем, здесь пища, 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 2. Так, скорость исследования плюс 5%. Общественный порядок, заход плюс 2. У нас общественный порядок, кстати, уже начал расти. Троечка каждый ход. Ну, давайте пищу, тут тоже влияние помоек на общественный порядок, минус 2. Но у нас прибавится еще постройка алтаря. Так что давайте пищу. Нам нужна пища, и хода у нас займет. Постройка яма кладовая. Чтобы дальнейшие постройки религиозные какие-нибудь строить, отнимают пищи. Так что пища у нас на первом плане нужна. Еще, ну и, конечно, общественный порядок, чтобы был хороший. От этого на это влияет рост доходов, налогов, пополнения нашей казны. Так, и полководцы. Так, назначение делаем мы к Абалосу. Отлично. О, еще назначение. Мы захеракиваем 2. Так, и до Витсу тоже. Нифига я фишку профукал. Можно было и раньше тогда назначение этих хри-накать. Ну и все. Убежаем на этом ход. Так, буви, нерви. Неаполис опять отжали. Ух ты. Попасть на какое сближение. Это что это было? Ну давай, понт. Что ты там? Так, задание провалено. А, героя забыл нанять. Ну вот так вот. Возвращение после долгого перерыва бывает таким. Кабалос авторитетными садинами. Что за хрень? Тебе нельзя так долго находиться. В спарте. Так, понт. Понт понтуется только пергам. Ну с пергамом вроде нормально. Я думаю не будет нападать. Ну ладно, в следующей серии мы об этом узнаем. Ну а на этом я завершаю данную серию. С вами был Сергей. Желаю всего вам доброго, благ, успехов в делах. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok